Здравствуйте, в эфире программа интервью. Я Ольга Могуча и сегодня гость нашей программы Любовь Чернова, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Республике Хакасия. Здравствуйте, Любовь Геннадьевна. Здравствуйте. С января следующего года будет произведена единовременная выплата для пенсионеров в размере 5000 рублей. Расскажите, пожалуйста, для всех категорий пенсионеров она будет производиться? Ну, как уже знают большинство наших пенсионеров, что нормативные документы, правила, порядок и закон подписаны. То есть единовременная выплата в январе будет произведена. 5000 рублей. Мы производим пенсионное обеспечение по двум законам. Это закон о страховых пенсиях и закон о государственном пенсионном обеспечении. Виды пенсии разнообразные. У нас там, да, и по инвалидности, и по старости, по случаю потери кормильца. Вот 5000 получат абсолютно все категории пенсионеров, получающие пенсии по тому или иному закону. То есть никаких ограничений нет? Ограничений вот на данную выплату никаких нет. В последнее время принятые ограничения у нас связаны с работающими пенсионерами. И индексация пенсии, и перерасчет ограниченный. Так вот, на выплату 5000 ограничений нет. В том числе получат и работающие пенсионеры. А получат ли пенсионеры силовых структур и те категории, которые получают по две пенсии? Да, первоначально, когда закон рассматривался, предполагалось только пенсионерам по линии пенсионного фонда. Но в итоге было принято решение выплатить 5000 и по линии силовых структур. Это и МВД, и Министерство обороны и так далее. Здесь есть небольшая особенность. Вот основной размер пенсии, если они получают только одну пенсию по линии Министерства обороны, они получат ее по линии Министерства обороны. Но есть небольшая категория военных пенсионеров, которые получают, громко говоря, две пенсии. Но, по сути, одна основная пенсия по линии силовых структур. И по линии пенсионного фонда, если у них есть стаж в организациях обыкновенных несиловых ведомствах свыше пяти лет, они получают у нас только долю страховой пенсии. Вот эта категория получит 5000 по линии пенсионного фонда. То есть вот где они получают долю, и там они получат и выплату 5000. По линии пенсионного фонда тоже есть небольшая еще категория пенсионеров. Это инвалиды, участники войны, вдовы погибших. Конечно, их уже осталось очень мало. Но, тем не менее, они тоже получают две пенсии. Пенсию страховую свою и по инвалидности, по государственному пенсионному обеспечению, по второму закону. Вот для данной категории тоже будет произведена только одна выплата. Любовь Геннадьевна, а как именно будет производиться эта выплата? На сегодняшний день графики у нас с почтовыми отделениями, с кредитными организациями согласованы. Немножко проблема в чем? Первое, это то, что у нас выходные, праздничные дни в январе очень много. И второе, что денежные средства, предусмотренные вот на эту выплату, это уже денежные средства бюджета 2017 года. Поэтому они нас профинансируют только уже в январе 2017 года. Поэтому, если разделить нашу категорию, которую получают на почтовом отделении и в кредитных организациях, вот здесь какое отличие. Текущую выплату пенсии мы начнем где-то после праздничных дней. Денежные средства уже должны поступить на наш счет. И где-то 16, 14, 15 числа мы начнем выплату одновременно с текущей пенсии и единовременную выплату. Но у нас получается часть категории такая, пенсионеров, которые получили пенсию 3-го, 4-го, 5-го января, так как почтовое отделение работает. Вот этой категории пенсионеров, вернее не мы, а почтовые работники, они придут повторно и принесут вот эти 5 тысяч. Поэтому им не надо беспокоиться, если к ним придет почтальон и принесет пока только их текущую пенсию. 5 тысяч мы выплатим обязательно, потому что срок выплаты у нас до 28-го января. Все, кто будут дома, кто получает пенсию, будет возможность ее получить, обязательно в январе пенсию получат, выплату эту. Единственное, что может быть, люди уехали куда-то в гости, заболели. Да, как быть, если пенсию не получила. И за январь месяц они ни пенсию не получили, ни вот эту выплату. Конечно же, мы ее будем продолжать выплачивать и в феврале, и в марте, и в апреле, и так далее. Потому что все те граждане, которые по состоянию на 31 декабря 2016 года имели право, являлись пенсионерами, все в любом случае они получат. По кредитным организациям какая ситуация у нас складывается? Выплату основной пенсии мы начнем с 11-го числа, то есть после праздничных дней. Конечно же, наши пенсионеры уже привыкли, у нас не хватает сразу денежных средств закрыть все кредитные организации одним разом на всей территории. Поэтому мы компонуем по районам. А вот единовременную выплату мы планируем где-то 12-13 числа всем получателям пенсии через кредитные организации одномоментно сделать зачисление. А какое-то дополнительное заявление нужно писать на эту единовременную выплату? Нет, заявлений писать никаких не надо, потому что данные у нас все есть, и так как нет никаких в законе ограничений, поэтому, конечно, мы всех своих пенсионеров уже знаем и выплату произведем без дополнительных каких-либо документов. Любовь Геннадьевна, вот у пенсионеров неоднозначное отношение к сумме этой выплаты. Кто-то считает, что это вполне приемлемая сумма, а кто-то говорит, что лучше бы проиндексировали пенсию в конце года, как это было произведено в феврале, 4 февраля. Вот прокомментируйте эту ситуацию. Вы знаете, вот когда вводится любой нормативный документ, закон или подзаконный акт какой-то, всегда есть люди, которые либо довольны, либо недовольны. Всегда есть люди, которым либо это мало, не устраивает, либо как-то вот не нравится им вот эта позиция. Но, конечно, у нас тоже к этому вопросу неоднозначное мнение. Но, тем не менее, вот законодатель принял такое решение. Мы должны его исполнить. Конечно же, те, кто получает более высокий размер пенсии, им, наверное, это не так выгодно. Те, кто получает небольшие пенсии, конечно, им практически это больше, чем половина их пенсии. Им, возможно, разово и выгодно это получить, они рады. Поэтому мнение здесь не может быть одинакового. И вот расскажите нам, что вообще пенсионерам ожидать в следующем году? Как будет проиндексирована пенсия? На следующий год бюджет пенсионного фонда уже принят. Закон принят. Планируется по закону с 1 февраля проиндексировать страховые пенсии на 5,6%. И с 1 апреля проиндексировать пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 2,8%. Пока в бюджете вот такие цифры. Но уже на протяжении небольшого ряда лет у нас на практике практически либо процент меняется, либо периодичность индексации меняется. Поэтому сложно сегодня сказать, что будет в полном объеме вот в 2017 году. В этом году мы ведь тоже не ожидали вот этой единовременной выплаты. Но правительство Российской Федерации приняло такое решение. Поэтому пока вот на первое полугодие вот такое решение принято. И такие денежные средства заложены в бюджете пенсионного фонда. А индексировать будут работающим, неработающим пенсионерам? Да, это уже как бы неотъемлемая часть закона. Это уже принято однозначно. Это не было временной какой-то меры. Поэтому, конечно же, индексировать будут только неработающим пенсионерам. Либо в случае, если гражданин оставляет работу, ему тогда будут возмещены все те пропущенные коэффициенты. Та, это значит и коэффициенты 2016 года, 2017 года. Если он в период вот этих индексаций, начиная с 2016 года, осуществлял трудовую деятельность. Вот в следующем году пенсионный фонд передает часть своих функций налоговой службе. Что это несет за собой? Ну, во-первых, администратором страховых взносов с января 2017 года становится налоговая служба. Конечно, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это для нас, как для пенсионного фонда, может быть и не очень как бы удачное решение правительства. Но, тем не менее, на сегодняшний день решение принято. И, конечно же, с января передача страховых взносов будет произведена налоговая служба. Сегодня пенсионный фонд и налоговая служба проводят сверочные работы, акты. Все данные будут сверены и переданы. Здесь возникает вопрос у работодателя. Что им-то делать, как быть? Поэтому, конечно, будут проведены и ряд совещаний, обучающих семинаров. Но, что здесь надо хорошо запомнить работодателю, что отчет за 2016 год они предоставляют в пенсионный фонд. И вот на том этапе, как закончится 2016 год, если у них были какие-либо долги по платежам, недоимки и так далее, они все уже, начиная с января 2017 года, не только текущие платежи за январь 2017 года будут производить в налоговую службу, но и всю задолженность, которая числилась за ними, тоже будет уже перечисляться в налоговую службу. Потому что должников на сегодняшний день, наверное, это не секрет, очень много таких предприятий, которые несвоевременно осуществляют выплату по текущим платежам. Вот это как бы такое основное направление, что платежи переходят в налоговую службу. Но в пенсионном фонде остается что? Сегодня для назначения пенсии нужны же не только страховые взносы, но и стаж, в общем-то. Поэтому за пенсионным фондом остается функция по приему отчетности по стажу, а это уже, как известно сегодня для работодателя, ежемесячная форма по работающим пенсионерам, которые мы сегодня используем для индексации пенсии. И ежегодная форма будет по стажу за своих сотрудников. И будут возвращены опять межрасчетные формы. Ну, межрасчетные формы, они занимают небольшой удельный вес той отчетности, потому что она нам нужна, в принципе, только для льготных профессий. Если коротко, то вот основное, что сегодня надо понять работодателю, как я сказала, отчетность за 16-й год сдают в пенсионный фонд, а все платежи, которые будут осуществляться после 1 января, все пойдут в налоговую службу. То есть мы сориентировали всех тех, кто должен отчитываться и платить, как действовать в следующем новом году? Конечно, но вопросов будет очень много. Поэтому, конечно, необходимо обращаться в территориальные органы пенсионного фонда, в налоговую службу за консультациями. Как быть, прежде чем особенно делать перечисление денежных средств. Все-таки нужно уточнить, на какой КБК, куда и как надо перечислять. Любовь Геннадьевна, давайте поговорим о материнском капитале. Будет ли он индексироваться в следующем году? Материнский семейный капитал уже на протяжении прошлого года, так скажем, 16-го уходящего года, остался неизменным по отношению к 15-му году. И в 17-м году он останется неизменным. 453 тысячи рублей с небольшими, там, по-моему, 16... 453 тысячи и 16 рублей. Стоит расходовать эти средства или ожидаются потом дальнейшие индексации? Буквально вот вчера был принят закон, внесение изменения в закон о том, что индексация отменяется до 2020 года. Откладывается, я неправильно выразилась, откладывается до 2020 года. Ну, здесь, конечно, гражданина, дело каждого гражданина. И, конечно же, мы с вами понимаем, что инфляция, она присутствует, она есть. И, конечно, вложить сегодня куда-то свой вот этот материнский капитал гораздо выгоднее. И, конечно же, одно из хороших направлений это улучшение жилищных условий, которое востребовано было, как на момент ввода материнского семейного капитала, так и на сегодняшний день. Большее количество мамочек направляет свой материнский капитал на улучшение жилищных условий. Ну, напомните нам, на какие цели можно его расходовать? Ну, первое, это улучшение жилищных условий. Оно подразделяется на гашение ипотеки, займа или целевого кредита. Вот направление по этому направлению, если денежки мы решили использовать, то оно направляется до достижения ребёнка трёх лет. Если ребёнок достиг трёх лет, мы уже можем направить денежные средства на строительство, на договор купли-продажи, если мы покупаем квартиру, на обучение детей, на вложение денежных средств на накопительную часть мамочки. Но это очень редко. Есть у нас такие случаи, но очень редко. Вы сами понимаете, что вкладывать во что-то будущее сегодня при такой нынешней экономической ситуации не очень-то, я думаю, что как бы выгодно. Ну и последнее направление, которое вот появилось буквально недавно, это на реабилитацию детей-инвалидов, на приобретение средств реабилитации, интеграции детей в общество. И, конечно же, что, возможно, отпугивает мамочек, это сегодня большая сложная процедура получения направления вот этого. Почему? Потому что это идёт в виде компенсации. То есть сначала найти надо денежные средства и зарасходовать их, ну и, конечно же, пройти службу МСЭ, органы социальной защиты должны приобщиться, здравоохранение, а потом уже мы только компенсируем. Вот это, конечно, сдерживающий фактор для направления денежных средств для детей-инвалидов. Здесь бы, конечно, хотелось, чтобы законодатель всё-таки это прочувствовал и каким-то образом упростил данную процедуру. Любовь Геннадьевна, я благодарю вас, что вы выделили время, пришли к нам и так подробно ответили на наши вопросы. Спасибо. Пожалуйста.